С вами Дергачёв Инсайт. Приглашаю наших гостей. Мы пытаемся вместе с ними получить открытие и озарение. Вот сегодня с нами Разия Хасанова. Да. Продюсер, режиссёр, сценарист театра Интериус. Ну и, собственно, вот привет. Привет. Ты знаешь... То есть Вадим, который прокатчик, помогал нам организовывать, создавал, организовывал нам гастроли. И тут вдруг такой покой и тишина. Там же очень много движника в той работе. Да. Столько беготней тут вдруг. Такой покой. Это год, да? Это, наверное, и год такой. А может быть, и захотелось уже вот чего-то такого, знаешь, другого. Вот. И вот оно пришло. Ты знаешь, я что тебе хочу сказать? Ты на Тарантино похожа. Знаешь, чем? Ты серьёзно? Серьёзно. С ума сойти, скажи, чем? Да. Очень просто. Да, даже двумя вещами ты похожа на Тарантино. Но на Тарантино ты похожа, прежде всего, подходом к саундтрекам. Потому что у тебя просто безумная вообще на самом деле вот эта вот любовь и безумный подбор музыки. И я вообще музыкальных редакторов, потому что ты тут именно как музыкальный редактор выступаешь, я таких не встречал. У тебя совершенно такая включенность бешеная. Вадим, ты сказал сейчас что-то. Во-первых, этот кусочек должна будет услышать моя дочь, которая недавно смотрела документально. Привет ей, пускай она посмотрит этот кусочек хотя бы. Документальный фильм. Извини, пожалуйста. Оселя? Оселя, да. Оселя. Вот Оселя, посмотрите хотя бы этот кусочек, пожалуйста. Короче говоря, она мне тут говорила, мама, я смотрела там какую-то документалку, ла-ла-ла, почему Тарантино гений в подборе музыки. Ну, то есть как бы. И мне регулярно ребята говорят, например, наша Дилька, она говорит, где у вас там эта волшебная комната, где хранится вся эта музыка. У меня есть одна фишка. Все, кто живут со мной, они знают, что я никогда не слушаю музыку. Никогда. Она не звучит у меня как десерт фона. Я не убираюсь под музыку. У меня будет идти и канал Discovery, или какой-нибудь там Animal Planet, да, то есть там будет идти про каких-нибудь осьминогов, я одним глазом буду туда смотреть. Но никогда музыка. Я никогда, я не выношу, когда засоряют мои уши, и страшно устаю. Единственная усталость, которая надавливает на меня, это аудиальная усталость. Я устаю от шумов очень сильно. Больше всего на свете я ценю тишину. И поэтому я сплю вообще просто. Такая, что вообще ничего не было. Ну вот, и да, для меня это невероятная история про музыку. Слушай, про Тарантино. Знаешь, что хотела сказать? Посмотрела, и также обожаю Гая Ричи, ну, то есть вообще просто обожаю. Так вот, про Тарантино, вот это его последняя штука. Однажды в Голливуде, я подумала о том, как я ему благодарна за эту историю, прожитую мною совсем по-другому. Потому что вся эта история с Мэнсоном, она очень много лет меня угнетала. Я всё время думала о том, блин, как же так? Почему? Потом я увидела этот фильм, где рассказывали, ой, я забыла, как он называется, про эти девушек, как они сидят в тюрьме. Вот эта секта Мэнсона. И меня много-много лет эта история угнетала. Я даже не знаю, чем, я не могу ухватить это. Не могла, вернее, до Тарантино. А когда я это посмотрела, я поняла, я всегда страстно хотела, страстно хотела бы отмотать время назад и оставить всех этих людей в живых. Ну, то есть, да, вот это вот мучительное, ну, почему так произошло? Почему так произошло? И он выскользнул, и его не казнили, да, ему дали несколько пожизненных сроков. Но мне было на это плевать. Сама эта история про Романа Поланский вообще, и он раз и даёт эту историю. Я как дура, я смотрела и плакала на этом финале, боялась, что он покажет реалистичную историю с убийством. До самого конца я так боялась, и так ждала, ждала. И когда я это увидела, я так смотрела, такая, охренеть, чувак! Спасибо тебе! Ты показал мне другую параллельную реальность, в которой, блин, так круто! В которой я бы хотела быть, я бы хотела, чтобы этого кошмара не произошло. Я не знаю, почему у меня эта история всегда столько лет. Слушай, я лет 20 знаю эту историю, и она всегда меня так больно царапала, я даже не знаю чем, жестокостью. Я так смотрела всё время на этого Мэрилина Мэнсона, и такая, думаю, почему ты взял его фамилию, чувак, с этими линзами белыми, да, то есть с этой музыкой. Я думаю, почему ты взял два этих персонажа, Мэрилин Монро и Мэнсон? И меня всё время это увлекало. Прекинь? И тут ты мне раз и про Таратина. Там же ещё у него, он же не просто делает, да, не просто ставит музыку, которую мы слышим, эту же музыку слышат и герои. То есть мы с ними одновременно эту музыку слушаем. Да, да, да. Да, то есть это ещё такая, то есть там нету, да, разницы между экраном и тобой. То есть ты слышишь то же, что слышит герой в это время. И при этом понимая, что происходит какой-то трэшак, что? Да, да. В смысле, вампиры? Ты ждёшь, в смысле, одну историю, то есть дорожную, да, такую, и вдруг, и такая, думаешь, чувак, ты гений. Вот. А знаешь, вот по любовнице, там музыка, которую ты подбирала. Девять месяцев, между прочим. Да. Полная беременность, прикинь? А причём сам же, сама любовница идёт 55 минут. Да. Час. 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 И музыка сколько звучит вот из этого часа? Ну, много. 50 минут. Ну, много, да? То есть она практически не перестаёт звучать. Не перестаёт, да. А вот. Но нет же впечатления, что что-то мешает? Да нет, вообще не замечаешь. Как раз создаётся ощущение, что это внутри тебя происходит. Так странно, что кажется, что это там музыка, там другой не может. Это вот то, что звучит внутри тебя. Но ты ещё на письмах ведь работала, да? То есть ты текст, ты взяла откуда? То есть тексты, по сути дела, ты переводила? Или как это было? Нет, нет, нет. Вообще, я много раз рассказывала эту историю. У нас была такая танцевальная студия. Я совсем недолго была там соучредителем танцевальной студии. И мой друг, по сей день, мой друг и очень сильно любимый мною человек, Амаль Бердеев, руководитель этой танцевальной студии «Ла Данца». Он учил меня танцевать аргентинскому танго и немножко фокстроту, немножко чичича. И мы разговаривали, и он рассказал мне историю Ады Фалькон, так вот, что-то вскользь. Вот. И потом я её где-то видела, по-моему, Ирена Равины видела, но они там больше пели немножко. Как бы мне не очень тогда это понравилось. Ирена Равину страшно люблю, но вот именно эта история как-то она мне не очень зашла. Но в итоге я решила не обращать внимания на то, что я вот там услышала, вот увидела в этой маленькой постановочке у Ирена и сосредоточиться на ту историю, которую мне рассказал Камаль. Потому что он акцент другой сделал. Он сказал, что, слушай, я не могу понять, что должно было случиться с человеком, чтобы он, ну там, типа там, чуть-чуть за 30, ушёл в монастырь и 60 лет больше, будучи певицей, никогда не запел. Она никогда не сговорила, не запел. Но это неправильно. Это неправильно, потому что она дала интервью перед смертью. И вот это интервью я смотрела и собирала кусочками из разных источников, но я уже не помню, что я сочинила. Какие-то вещи, мне кажется, это же я сочинила или там, а потом оказывается, ой, нет, это реальный факт. А потом оказывается, такая, нет, вот это точно реальный факт. И оказывается, да нифига, Хасанова, ты это придумала. То есть нет там никакой истории жены. Вообще нет никакой истории жены. И это я просто придумала, такая, в смысле, никто не переводил. Почему тогда они расстались, такая, да это ты придумала. я такая, боже, уже не отделить друг от друга. Непонятно, что там правда, что нет. Точно правда, что она была любовницей, точно, что она ушла в монастырь, и точно, что она умерла, забытая всеми, вот в 2002 году, 60 лет, проведя в монастыре. Все остальное я просто придумала. И все, вплетя туда историю аргентинского танго как таковую. То есть, как бы все. А вот дальше ты пошла и стала делать музыкальные спектакли. Ты стала делать музыкальные спектакли? Танцевальные. Танцевальные. Танцевальные спектакли. Танцевальные спектакли, потому что это же моя личная нереализованная история. То есть, понятно, да, что я всегда хотела... Почему это понятно, да? Ничего не понятно. Да, по-моему, всем понятно. В смысле, сама не танцовала. Всегда хотела танцевать и такая думаю ну вот буду с другими не захотела отказываться от драматической части и добавила туда вот эту танцевальную часть точно понимала что не иду в мюзиклы как это вообще другой жанр другое потому что это все равно драматические спектакли драматические танцевальные музыкальные и ты каждому спектаклю подбирала музыку очень всегда по-разному очень часто например появлялась допустим картинка вот с дюймовочкой господи какой-то клёвый проект боже мой что мы с ним сделали вот в январе ровно год назад в январе прошлого года это что-то невероятно я знаю что те люди которые посмотрели этот спектакль они точно со мной согласны это это самый крутой спектакль в нашем вот репертуарном пуле это самый потрясающий проект и он начался с одного музыкального файла и с одной картинки то есть я сначала увидела картинку где родители нарисованные такие они любят они так гладят ребенка и отрезают ему крылышки то есть ребенок такой стоит у него вот крылышки и так и отрезают ему у меня волосы дыбарем до сих пор стоят и я такая блин триндец меня это трогает меня это трогает а не сделала ли или не делала ли я так со своим ребенком из любви и и страха что она там полетит и поранится или разобьется или еще что-то я так долго смотрела на все на это не могла понять и потом туда наложилась музыка музыкальный файл архиповский играл на балалайке и вот так все сошлось и когда я смотрел на эту картинку и я включила музыку такая что-то я не могу понять что это я услышала эту музыку качнула ее и такая думаю что не могу не могу понять не могу покой найти не могу найти покой и потом такая открыла эту картинку в телефоне и поняла что мне надо включить эту музыку я включила у меня побежали слезы и я такая думаю твою мать вот она она и сразу пришло решить прям сразу пришло решение дюймовочка путь будет встречаться с жуками гламурными потом встретиться жабами жабы 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 ква-ква-ква-ква для меня это баблоделы все кто живет только ради баблоса окей хорошо крысы крысы не знаю кто крысы потом меня какое-то дело приводит в акимат и я встречаюсь там с очень хлестки молодым человеком таких узких туфлях в таком галстучки он такой весь и он такой весь и он забегает в кабинет приносит какие-то бумаги выбегает и забегает другой человек и меня как толком бьет что они похожи на крыс на мышей я такая твою девизию такая понятно чиновники карьера ну то есть становится сразу понятно это как классно жуки instagram лайки 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 такая жабы деньги бабки 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 ква-ква-ква сразу музыка появилась в голове крысы и такая и крот и крот ну понятно что это олигарх понятно что тут думать то ясно что это олигарх и хорошие деньги хорошая семья и такая думаю ох ты ж классно и ласточка сразу становится парнем когда я встречаюсь в очередной раз самратом и он читает стихотворение и я смотрю и говорю ему господи ты моя ласточка вот про то какая стела и все и картинка сразу складывается то есть я прихожу открываю и получается вообще не детская сказка со стихами сексом с предательством с музыкой вот про стихи да потому что вот я когда дюймовочку первый раз смотрел я не знаю как сейчас у тебя что там чего осталось я посмотрю конечно а вот но а я тогда вот подумал как она вообще всю носовала совершенно разные эти то есть а скажем около интеллигентные люди тебя бы просто мне кажется прокляли потому что ну как это можно у тебя там из одного понимаешь ранжира поэты и совершенно из другого ранжира которые по ранжиру вообще не не совмещаются но я так понимаю ты вообще просто а эмоцию ловила брала и ставила да и вот там там нет твоего текста вообще нет ни одного слова очень сильно хотела что-нибудь туда впихать или попросить чтобы кто-нибудь что-нибудь написал потом такая желание было рассказать о том что транслируем мы сами сами зрители что транслируют там были тексты из фейсбука из инстаграма из каких-то статей из кино и из очень каких-то у каких-то очень популярных блогеров ну короче говоря дам такое то есть это ребят не я говорю вот это дерьмо про которое про которое вы живете это вы его сами это создаете а потом такие сидите чуя такая несчастная чую чую вот так вот все в жизни хреново ну как бы вот вот при этом и стихи у тебя там да да конечно а стихи они же все-таки не про дерьмо ну что они когда у всех живут это вот маленькое такое существо до которое вот сидит в стеклянном доме до пытается стучаться ломится до руки в кровь бьется душа называется внутренний ребенок да вот вот он и разговаривает стихами то есть у и он разговаривает музыкой вот как когда 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 невозможно когда уже все а а нам нет мы это лучше закроем свет погасим лучше это не слушать ой нет нет я я лучше сейчас это со мной про про вот про потрохушки например а чё вот зачем про любовь да ну смысле у нас же очень сильно но той же самой поп-культурой насажены какие-то очень странные вещи то есть у ребят например спрашиваю какие хорошо вы там любовь про что когда вы говорите любовь это про какое на самом деле чувство потому что слово всегда означает одно оно означает как правило какую-то эмоцию а эмоции это волны motion это на поверхности а в глубине что на самом деле лежит и антики ну ну про 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 любовь ну про страсть про про желание вот там про вот чтобы вот человек он вот с тобой он и что-то еще вот такое а ты очень точно понимаешь и очень точно согласился это не я придумала я и вычитала это где-то господи у типинга по моему да что любовь и она вообще-то на секунду про почтение ну то есть понимаешь о чем я говорю да ну то есть например когда говорят допустим о чем апатия вот кажется что человек он такой сидит что воля что неволя вот апатия она же про это кажется ни хрена подобного глубина апатия это про отчаяние это про я больше так не могу то есть человек который падает в апатию он орёт он орёт и наоборот человек который кричит я больше так не могу он очень внизу находится по эмоциональной шкале он в апатии и это очень опасно человек нуждается поддержки какой-то поддержки и ты начинаешь с ними про какие-то вещи говорить например что вы в любви ищите комфорт вам хочется чтобы было удобненько быстренько вам было хорошо здесь и сейчас чтобы чтобы мне было чтобы меня любили чтобы уважали чтобы ценили чтобы берегли и такая ну как бы да ок да ну там вообще комфорта нет когда ты говоришь о любви об этой страшной махине который тебя накрывает и всегда точно знаешь встречаешь человека и точно знаешь вот она все все а вот и вот это все заставляешь заставляешь своих ребят проживать для того чтобы они потом дали необходимые эмоции то есть тебя как-то вот это не гложет что вот ты такой своего рода насилие над ними осуществляет нет не осуществляю не осуществляешь могу тебе точно сказать я там мысли эту не заговоришь сейчас вадим знаешь что хотела сказать я хотела сказать что вот стихи они как раз про эту глубинную часть нас которая все знает знает о любви о вере не о религии о вере о честности о служении о том что изнутри тебе кричит о тебе а ты туда или идешь хотя и страшно или не идешь потому что тебе страшно поэтому стихи мне было плевать сочетается ли там я не знаю марина цветаева полоскова маяковский и пастернак то есть как они как они там сочетаются мне было главное чтобы из человека это вот непроизвольно вышло непроизвольно чтобы человек эти слова в какой-то момент стали его кровью его частью да то есть неотъемлемой частью и когда когда человек говорит со сцены какую-то вещь я тебя отвоюю да и у всех времен и чтобы это было видно что это что-то внутри сказала поэтому ну плевать что что-то там не состыковалось или еще что-то я точно знаю как зритель на это реагировал у меня люди выходили для того чтобы проистерить фойе то есть да и случались прям вот истерики потому что точно понимали что это про них попадание было настолько точным и и что про заставляла вынуждала вынуждала вообще работа актера это работа нутром да а вот ты вот если не хотят уходят то есть я предлагаю людям я говорю слушай ну это же не про то чтобы прийти и нарисоваться на кастинге как правило я всегда задаю этот вопрос а зачем тебе театр и слушаю ответ ответ и всегда задаю вопрос а театру ты зачем и слушаю ответ и очень многие люди не знают и тогда они просто не не остаются у нас и все некоторые не знали но остались и ушли вот а те которые знали и остались вот они они остаются до сих пор то есть коллектив весь фактически в том же составе до сих пор ты спрашивал у меня я тебе вот говорю да то есть те же самые люди кто кто начинал те со мной и конечно они проходят трансформации какие то но тут еще такая штука об индивидуальной ладно сводные репетиции читки там работа в выгородке сындвижные репетиции ла-ла-ла какие то такие штуки окей но индивидуальную репетицию у меня прям надо попросить я говорю я к вам не приду сама типа здрасте я тут к вам с этими с инструментами сейчас мы будем с хирургическими сейчас мы будем там душу да там как-то вскрывать и смотреть нет человек должен попросить у меня он должен понимать я этого хочу такие странные вещи вадим происходят вообще просто у меня вот приходит валя и говорит я не знаю что со мной происходит я я хочу покрасить волосы я хочу сделать пирсинг я хочу сделать татуировку и сжечь к чертовой матери весь свой гардероб ой 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 господи подожди ты чего давай разберемся что с тобой происходит она начинает говорить и вот в запале говорит какие то личные вещи говорит 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 и плачет 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 ну то есть как бы подожди подожди у нас с тобой текст погоди что происходит и она говорит вот не могу больше себе врать правда я два года изо всех сил пыталась избежать я изо всех сил пыталась соврать себе ты счастлива вот ты счастлива ну ты же счастлива вот так вот все хорошо ты же счастлива я не хочу себе врать я говорю, Валь, подожди, давай вот мы с тобой разберёмся, где хорошо, где плохо. Он говорит, вот там семья, муж там хорошо. Вот в этой вот части мне прям вот прям плохо, вот в этой части мне прям хреново, да? То есть как бы я говорю, ну окей, давай мы как-то разберёмся. Он говорит, я не могу сейчас вот к тексту, пока я сейчас с этим не… Не потому что героиня этого требует, я поэтому и не могу этот долбанный вот эту страницу, этот кусок, я не могу его сделать. Он говорит, окей, давай разбираться, давай, хорошо. Он говорит, помогите. То есть они приходят, так вот мне берут вот за это. И мне приходится ещё очень часто говорить. То есть они приходят и начинают говорить, не-не-не-не-не-не, это к психологу, я не хочу вот это. Давайте к тексту. Открываем страницу и начинаем разбирать. Вот это не ко мне, ребят. Внутренняя работа, да, должна идти, я это очень высоко ценю, но вот эти вещи нет компетенции у меня. Идите туда. А вот ты инъекцию откуда получаешь? Потому что ты же учишь и ты же учишься. То есть, ну, понятно, что у тебя какой-то багаж, вот, ну, ты говоришь, я не профессиональный режиссёр. Самозванка. Да, но ты при этом же всё время говоришь, ну, говорила, а вот такой человек приезжает, вот это вот такое потрясающее, его надо прям впитывать, забирать у него, вот всё из него надо выжить. Или я сама поеду и я буду вот всё. Вот это у тебя сейчас по-прежнему? Я тут была на демидовских этюдах, и Алиса Ахмедиевна. А вот расскажи, что такое демидовские этюды? Это другая немножко школа игры, это когда не надо вздрючивать эмоциональную штучку, да, на сцене. То есть, да, ой, сейчас закончу, да, по-моему, у чабок это называется блевануть эмоциями, да. Я это очень часто говорю, ой, не надо, не надо. Вот на вот это, извините, на блевотину неприятно смотреть ни тому, кто это сделал, ни зрителям. Зачем? Я не хочу, чтобы ты сейчас вымучивала что-то, и мне не надо, чтобы ты плакала. Я не хочу, чтобы ты смеялась. Я не хочу, чтобы ты пошла вот туда, там, улыбнулась, потом пришла вот здесь, сделала вот так, и вот тут села, и задумалась. Да идите к черту, я не хочу так ставить. В смысле, я сдохну так ставить. Вас 30 человек, каждую минуту жизни на сцене я буду вам... Не-не-не, ребята, у меня жизнь одна, мне вот это неинтересно. Я хочу, чтобы вы жили на сцене. Я хочу, чтобы вы рассказали на репетиции, почему вы так поступаете. Что вы чувствуете, что за импульс появился от музыки, или от взгляда партнёра, или от этого сцендвижа, который дал вам другой человек. Потому что простое движение, да, то есть вот я руку тебе протягиваю, да, дай мне свою руку, откликайся. То есть, да, вот дружеское пожатие, да, оно дружеское пожатие. Есть какое-то сексуальное движение, есть отеческое материнское движение, есть вот что, какой импульс у вас от этого идёт, что вы берёте, что ты чувствуешь. Разреши себе не схему делать, а прожить это, разреши себе это сделать, и всё, прислушайся к себе и пойми. Хочешь, пожалуйста, проанализируй, мы с тобой это обсудим. Почему это со мной произошло? Твою мать, вот почему. Или там, о, классно, вот почему, блин, тётка. Ну, то есть, да, мы это обсудим. Но только не ври, не надо мне пошлый театр, как у Альшица, да, вот это вот, какой горячий чай, мне принесли горячий чай. Я убью, не надо, пожалуйста, вот этот эмоциональный честный театр проживания, когда ты слышишь себя и точно знаешь, что ты себе доверяешь. Ты в хорошем контакте со своей агрессией, вообще со своей тёмной стороной, ты знаешь, что она есть, окей, окей. И ты в хорошем контакте со своим будущим, ты не бегаешь туда истерически для того, чтобы подстелить соломку. Ты в хорошем контакте со своим настоящим, ты в очень такой энергии благодарности, ты говоришь, ну, окей, блин, сейчас вот так, ладно, будем двигаться вот так. Это основа импровизации, вот я вот это сейчас создала. Ну, давай посмотрим на это. Ну, ладно, окей. Не очень нравится, ну, будем двигаться дальше. Да, то есть это основа импровизации, ты без этого не можешь жить. И это офигительно помогает жить вне сцены. То есть ты такая едешь за рулём и такая, а чё я злюсь? Чё я сейчас психую-то? А, ну, да, вот это Хасанова уже забавно, да. И чё с этим делать? Ну, окей, ладно, можно вот так, можно вот так, можно вот так. Такая смотришь, пока думала, уже не злишься. Ты такая, ништяк, классно, классно. То есть эти практики, они офигительно, пока я даю им инструменты, разные-разные инструменты. Попробуй, проживи, попробуй. Ой, ты не справляешься. Или там, ты чё, сейчас плачешь? Это очень интересно. А почему ты плачешь сейчас? Я вот, я вот то-то-то-то-то. Вот это демидовская школа, то есть, да, и ты там говоришь, слушай, это ужасно ценно, это офигительно круто, хорошо, хорошо, пускай будет так. Тебе удобно? Да, вот я чувствую, что да. А как это со стороны? Как мы, мы в зерне, мы санзадачи делаем? Да делаем мы всё хорошо. Всё, я тогда это оставлю, потому что я чувствую, у меня прям вот волосы на руках поднялись, я так чувствую, что это правда. Ну, хорошо, всё. Всё, я сейчас успокоюсь и попробую ещё раз. Давай, давай, круто, круто. То есть, и ты такая, ничего не насилуешь, ничего не говоришь. Я хочу, чтобы ты сейчас тут плакала. Блядь, она не хочет плакать. Я хочу, чтобы ты сейчас здесь смеялась. Да не хочет она смеяться, ебись. Ну, то есть, как бы, окей. Мария Фариза, да? Да, ты вот мне это слово, эти два слова сказала, и я начал её читать. Вот, и я когда, ну, это уже какое-то время же было. Вот, и я начал её читать, и я вот... Сказки почитала? Да, да. И я вот просто думаю, да ёлки-палки, а почему, оказывается... А что, так можно было, да? Что вот так вот можно было писать, и вот можно было... А ведь пересыпает слова. Вот, и как вот, и правда. Вот, что вот, мне кажется, точно поймал, у неё правда. Вот, у неё правда, и правда такая, вот, без зауми, но она и не на поверенности. Да. А вот что ты с ней сделала? Потому что, вот, какая судьба вот этого проекта? Мы не сделали, мы заморозили, песок в постели мы заморозили. Надежда или в постели он потом стал? В постели, да, в постели. Песок в постели, это по вот, по новелле, которая, собственно говоря, так и называется, песок в постели. Про большую любовь. И мы сейчас заморозили, потому что там принимает участие весь состав. Мы работаем сейчас с соблюдением карантинных мер всего на 50 человек. Мы просто не окупаемся. 30 человек на сцене, 50 в зале. Ну, мы же не будем делать билеты по 25 тысяч, ну, согласись. То есть, как бы, просто тупо не окупаемся. Потом у нас вот сейчас закончился срок прав на использование этого литературного материала. Я очень-очень сожалею, потому что мы его вот до самого пика не довели. Вот сейчас бы, ребята, эту пронзительную прозу, вот они только сейчас её поняли. Только сейчас. Потому что было так много вопросов, они так на меня, блин, Вадим, это такая забавная штука. Даже 25 и 29 – это гигантская разница. Вообще просто как будто разные люди. Конечно, чем старше становится, там уже 50 или 54, 55, уже разница не особо, да, там или там 70, 75. Не особенно. Но вот там это такая разница, потому что такой объём информации приходит за короткий промежуток времени, а уж такой промежуток времени, как 20-й год, там вообще просто пипец. И они только сейчас тогда не понимали. То есть они такие сидели на меня, такие трак-трак, трак-трак, такие сверочки. Такие, не, ну мы поняли? Ну в смысле, как поняли? Не, ну поняли, конечно. То есть, да? И такие, слишком для них тонко было. Слишком глубоко. Слишком. Они, конечно, всё это говорят сейчас, когда… Они же всё время говорят текстами. Серик тогда опоздал на репетицию, я на него, значит, «Ару, говорю, что такое, та?» И он говорит, я, простите, я выпал из реалий, потов и регалий офисных, зазеркалий, и самый асфальт стал мне пьедестал. И так на меня смотрит и говорит, я не понял, я ещё что сказал. Я говорю, ну ты сказал стихотворением. Видно, вот тексты остаются. И они иногда говорят вот целыми кусками текстов из разных спектаклей. Это так забавно. И мне кажется, что сейчас только до них доходит. И Мария Фариса доходит до них тоже только сейчас. Но срок… Ты её куда поставишь? На 21-й год? Ну, если Мария даст нам разрешение, она продлит с нами, то да. А если ты захочешь, она же даст? Ну да, конечно. Я очень надеюсь. Ну, это автор. Нет, я же не про это, я про энергию. Да, да, конечно. Ну, это святое. Потом там Горбунов ставил танцы. Москва, ТНТ. То есть, да, и мне просто жаль весь этот проект, жаль, потому что он невозможно красивый. Мы должны его собрать. Посмотрим, посмотрим. Планов просто трындец какой-то. Давай, спроси, спроси про творческие планы. А ты про планы расскажи, но ты расскажи, как вот вы сейчас начали работать, и что вы опять начали работать интенсивно, да? То есть, понятно, 20-й год, 20-м годом, а вот мы там, дай Бог, выйдем уже в 21-м. Вот ты говоришь, вы с августа начали работать. Репетиции, да. Как только буквально вот первое послабление случилось, мы отсидели в этом карантине очень честно и очень. Вот по-настоящему самоизоляция была жесточайшая. Вот, а потом мы стали собираться на репетиции, сначала всё время шли репетиции онлайн по Зуму, не прекращались, весь карантин не прекращались. Ох, мы наработали мясцо, ох, как мы клёво использовали это время, вообще просто, я карантину за это страшно благодарна. А потом в августе месяце, да, мы вышли, и хотя бы по 3-4 человека мы стали репетировать, стали потихоньку собирать. Как взяли бешеный темп просто, а потом оказались на сцене, такая, свет включают, такие все выползают на сцену. И я так оглядываю, смотрю, что происходит. Сумку поставила, такая, что-то там бросила, сняла какую-то там накидку свою сверху, сумочку, водичку, такая оборачиваюсь, смотрю, они все такие на сцене лежат и плачут, Вадим. То есть это тёмная сцена, понятно, что они не хотят, чтобы это видели, гладят, всех так потряхивают, говорят, полгода, трындец просто, полгода они выпускать на сцену. И вот они такие, такой трогательный момент вообще просто из-за разряда тех, которые вот остаются с тобой навсегда. То есть ты смотришь, они так, классно, что, ребят, давайте поднимайтесь на сцену. И вот, то есть ты поднимаешься, и все вот в этом ощущении, все круг за руки держатся и такие говорят, пипец, ребят, посмотрите на это. А это какая, которая Ауэзовская сцена? Аркен. Аркен. Наша первая. Вы на неё и... Мы на неё пришли. Конечно, ну куда нам, большого, 300 человек. Мы-то соберём, это совершенно точно. Но карантин есть карантин, что делать? То есть у нас приезжают люди, одна семья, там муж и жена в одной постели спят, в одном доме живут, в одной машине приехали, мы их как раз саживали. Все такие, бред, бред. А вот как вы сейчас работаете из 7 дней в неделю? Сколько дней вы работаете? Вот на прошлой неделе, Вадим, мы работали среда, четверг, пять, суббот, воскресенье. Я чуть не сдохла. Да. Я просто уже такая, господи. И так с августа? Нет, это... С сентября? Да, это сентябрь, октябрь, ноябрь и вот весь декабрь. Чтобы просто триньдец. Сколько постановок вот в это время? Любовница, Огонь детка в главной роли, вот эти три проекта, которые позволяют, потому что дюймовочка, песок в постели, это невозможный состав огромный. Ну, блин. Я говорю, 27 человек играло в дюймовочке. 50 человек у меня в зале. А аренду я с чего буду платить? Мне же никто не закроет аренду зала. Световикам, звуковикам. Авторские права по музыкальному материалу, по литературе, стихи. То есть как бы, да? Все же оплачивается. Копеечка, копеечка в авторское общество. Поэтому мы не можем сейчас. Мы такие проекты не можем. Берем только то, что реально авторские права наши. Малый состав работает. Жаль, конечно, потому что только половина коллектива работает. Но при этом вы продолжаете работать из недели в неделю, и ты не отдыхала сколько? Ну вот, три месяца полностью, стопроцентно ни одного выходного. Тебе не кажется, что это профессионализм? Что вы уже совсем где-то там, и вас уже можно выбрасывать куда угодно. Да, да. Мы прям накачали. На Марс. Мы уже накачали, да. Знаешь, против любого, на самом деле, сейчас изма надо было как-то немножко выдыхать. Давай про танцы. Вот сначала. Про танцы для тебя. А ты все-таки стала сама танцевать? Потому что я помню, что ты несколько раз говорила, что ты не можешь танцевать, потому что они все с четырех лет, и в стоиле стоят до тридцати, да, и в тридцать они уже гиперсупер. А ты рядом с ними, и вот ты как-то вот через них все получаешь. А свое-то тело, оно ближе, чем чужое? Нет, у меня йога, силовые. Недавно прошла однодневный ретрит, это когда ты один день танцуешь. Ну, то есть, да, весь день ты танцуешь в разных ритмах, в общем, «Сдохни» называется. Вот, это такой офигительный опыт, это столько открытий, когда ты понимаешь, так, ну, башка очищается, нереально, это такая медитация офигительная. Часть танцев… Не переставая? Да, часть танцев ты танцуешь с повязкой на глазах, то есть, ты вообще ничего не видишь, ты слышишь только себя и музыку, ну, и голос того, кто тебя ведет. Вот, и нет, конечно, я втихаря все равно танцую, но вот… Подожди, можно я переспрошу? То есть, ты хочешь сказать, что ты до сих пор танцуешь втихаря? А что? Очень классно дома. А то есть, ты до сих пор не танцуешь с твоими танцорами? Нет. Сколько лет уже с ними? Нет, я с ними не танцую, зачем? Зачем это? У нас настолько насыщенные репетиции, я думаю, что им не до меня… А без репетиций? А когда? А когда хочется? У нас всякие из репетиции, из спектаклей, то есть, ну, вот, мы пришли, например, у нас начинается прогон, все, мы стоим и выполняем свои задачи. Тебе не кажется, что ты сейчас уходишь от вопроса просто? Да нет. Ну, расскажи мне, почему ты до сих пор не танцуешь? Ну, значит, мне это не надо просто, Вадим. Вот ты правда не хочешь? На самом деле, я думаю, да нет, я хочу, конечно, но этого же мало, там, значит, мало желания. Ну, в смысле, если бы я этого реально хотела, я бы, наверное, бы уже это делала. То есть, значит, недостаточно желания. Есть какие-то вещи, которые я правда хочу больше. Всегда, ну, то есть, есть какие-то вещи, которые трогают. Например, там, глиной заниматься, лепить сейчас, я хочу прям на порядок больше. Не хочу тратить время на танцы, задрало меня это все. Ну, в смысле, это работа сейчас моя. Смотреть на эти движения, аттитюды, падебуре, подыша и все остальное. Ну, блин, ну, правда. Или там на эти очу, ганчу в этом аргентинском танго. Да, ну, я могу, конечно. Я готова. Речь шла просто о здоровье, чтобы немножко больше двигаться, потому что после вот, после того, как ушла моя мама, сильно навалилась, физика навалилась сильно. Да, я бы хотела, ну, вот вчера, например, я поняла, что я не хочу танцевать сальсу, я не хочу танцевать бачату, я не хочу танцевать аргентинское танго. Ну, вот правда. Мне надо что-то поискать. И из всех этих занятий я хочу остаться дома одна, либо с книжкой, либо с глиной. И делать что-то руками. Мне надо, мне кайфно заземляться. Вот в смысле трогать и быть вот здесь в процессе. А с глиной делаешь? Да, 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 я же леплю, да. Я весь карантин этим занималась. До этого несколько лет у меня были то там, то там, то там практики, уроки. Вот, и я читала, я смотрела, как работать с той глиной или с этой глиной. Ну, это было на уровне какой-то там теории. Ходила на какие-то мастер-классы. И всё, и наконец я стала этим заниматься уже, ну, так, прям с большой любовью. Дома 25 килограммов глины, керамики, там, краски, инструменты, и вот это вот всё, короче говоря. Я сейчас подумываю о том, чтобы взять гончарный круг, уже выбрала. Вот сейчас дом построим и печь поставлю. Ну, то есть, как бы, чтобы уже сразу и обжигать там глину. Ну, по крайней мере, хотя бы в технике раку. Не такую вот печь, а высокотемпературную, хотя бы взять для раку. Ну, то есть, не буду крусеть, не обращай внимания. Вот. И изучать мне ужасно интересно. То есть, там, как сделать крокле, что делать с трещинами, с цеками там. Я не знаю, как работать с красной глиной, белой глиной, каменистой глиной, МКФ-1, МКФ-2. Такая вот у меня просто зависание. А руками вот тебе вот захотелось именно… Ты давно хотела, а в этом году пришла к тому, чтобы руками брать и вот делать, да? Да. Просто руками. Да. Да. Мне надо было на землю наступить. То есть, потому что всё время где-то в эфире. Надо было просто заземлиться. Ну, это же нормально, да? Да, вот я тебе говорила, что вот в сентябре мамочка моя совершенно непостижимым образом умерла. И будучи совсем молодой женщиной, да, 66, 67, 67 год. И я пошла в горы. Вернулась. Ну, то есть, как бы я больше 10 лет не была. И просто все вот эти вот… Ну, небольшие тут, конечно, какие-то вершины, типа водопадов Горельника там и Кокжеляу, да, там. Ну, хотя бы такие, скажем так, туристические маршруты. Просто пошла для того, чтобы заземлиться, для того, чтобы вот трогать, трогать вот это всё, траву, землю, вдыхать это всё. Видно, надо было, потому что просто сходишь с ума. А у тебя про маму всегда были истории. То есть, вот у тебя, да, то есть, как вот мы с тобой, да, познакомились, у тебя про маму всегда были истории. И про то, как ты вот росла параллельно с телевидением, да, и с вот этими всякими… Как это называется? Это были что? Это были ленты, да, звукозаписывающие тогда? Да, плёнка, плёнка. Это плёнка была. Это плёнка, да, это вот такие бобины огромные. Мама записывала звук, когда она клеила его, она там склеивала иногда слова, то есть такой слух. А, тогда можно было резать, составлять. Ты физически, она так режет, прям такой ножом таким. Склеивала через ракорды или напрямую уксусом. Пальцы такие были в уксусе. То есть она так зык-зык-зык-зык-зык-зык. Слух какой был. Оркестр записать при той технике, шнуровые микрофоны, записать оркестр, то есть она слышала там струнную группу, ударную группу, ну то есть как бы, да, там, духовую группу она слышала. Всё это собирала, сводила. Звукорежиссёр, да, много лет проработала. А потом вот техника какая-то появилась. Счастьем было таким восторгом для неё вот эти бешнуровые микрофоны. То есть вообще просто, о-о-о. Ну да, и уроки делала в её фонотеке. От пола до потолка огромное помещение с музыкой. Всё вот так записано. Она могла что-нибудь поставить, подбирает и говорит, вот это что я там говорила, там, грик. Вот такая увертюра. Я такая, в пещере горного короля. Танец анитра. Такая, хорошо. Там это что я там... Это Чайковский зовут. Это Пётр Лить. Такая, хорошо, произведение. Ну, то есть вот так. А вообще всё из детства? То есть и счастье, все счастье, и все травмы, и вообще всё, всё оттуда? Или что-то позже приходит? Нет, многое, конечно, позже приходит. Конечно. Если ты в самонаблюдении, взрослый человек, классно устроится так. Они виноваты. Здрасте, приехали. Нет, конечно. Что-то во взрослой жизни. Естественно. Мы же сами принимаем решение, да, там, с кем спать, делать татуировки, там, сделать какую-то стрижку. Мама с папой тут при чём, в смысле? Это уже вот накопленное твоё. Ну, работать, в конце концов. Да, или не работать. Да, каким местом там. Как это называется? Я вчера узнала новое понятие такое. Я это создала. Вот, сейчас же это модно. Раньше говорили насосало, а сейчас говорят, я это создала своими положительными мыслями. Я это создала. Потому что можешь это вырезать. Ну ладно, работать можно по-разному. Это как раз та часть публицистики, которая остаётся. Короче говоря. Ты же работаешь не только магией, но и публицистикой. Вот это вот мы отнесём на публицистику. Ладно, пусть будет публицистика. Так вот, короче говоря, вот эта вся история, как ты работаешь, чем, каким местом ты работаешь. И вообще, что ты в этой жизни выбираешь это всё уже, я думаю, что не только от родителей. Они, конечно, много закладывают, само собой разумеется. Огромная часть того, что я уверена в себе и спокойна. Но это, конечно, от мамы с папой. Когда ты там с детства слышишь, что ты самая красивая, тебе всё удаётся, мы тебя всегда поддержим. И ты выходишь из душа, в домашнем халате, полотенце на голове. И папа там с мамой что-то на кухне, папа так на тебя бросается. Дядя говорит, Лидочка, какая красивая у нас дочь. Мама так смотрит, говорит, ну получилось, да, получилось. Ничего. Ну, то есть, как бы, ты до себя считаешь в подростковом возрасте страшной, жирной. Ещё какой-то. Подружки-то все красивее. А тут тебе родители вот так вот. Ты тут думаешь, такие странные, вообще просто ничего не понимают. Я тут кривая, тут косая, тут уродливая. А внутри всё равно садится. То есть, ну, что мне вот 49-50 будет. А я же помню это, то, что баба говорил. Или там мама какие-то вещи, которые разговариваешь, и она там... Для такой умницы ты удивительная дура. Поступи вот так-то, вот так-то, правда. То есть, да, и ты такая, ну да, как бы да. Но вот эта умница, она всё равно остаётся, понимаешь? Поэтому, конечно, или там, когда тебе там родители до последнего дня. То есть, я вот от мамы последнее, что услышала это, господи, почему мне так повезло? За что мне такой ребёнок, как ты, такой подарок? Такая, думаешь, ну, чёрт возьми. Конечно, я до самой смерти это буду помнить, потому что твоя мама говорит тебе, что ты чудо, ну, то есть, да, и что ты пришла в её жизнь как подарок. Конечно, это остаётся такой большой силой внутри тебя, которая тебя так питает, и ты думаешь, что, блин, круто. Круто, конечно. Так, ну, да, много от родителей. А про тебя какие истории будет внучка слышать и слышать? Ещё пока не знаю, наша история только началась. Да, три годика. Три годика, да. Три годика, да. Блин, кайфная. Я не могу. Такая осознанность вообще просто очень чётко знает, чего хочет. Очень чётко понимает, чего не хочет. Очень чётко расставляет свои границы. Какое-то поколение, или, может, дочка так учит. У меня, конечно, девчонка моя дочь. Ну, то есть, она, блин, офигительная мама. Очень многие вещи. Ну, вот я, например, с удовольствием говорю внучке, девочке своей, говорю, можно я тебя обниму? То есть, я не лезу к ней с физическим контактом. Она сама определяет. Да, и она заходит в мои объятия, и как бы я понимаю, что есть границы, и когда она не хочет, чтобы я её хапала, целовала, обнимала. И я уважаю её границы, и она должна понимать, что это её тело, это её пространство. И как-то так, не то чтобы мы об этом прям думаем, но когда это случается, я так, можно я тебя обниму? И такая раз, и себя поймала на этом. Такая думала, молодец, Хасанова, это правильно. Это правильно. И она иногда говорит, нет, я не хочу. Я говорю, ну, окей, хорошо. Захочешь, приди, я тебя обниму. И потом смотрю, она ко мне сама ластится. Всё очень забавные штуки, такие инсайты. А цензурировать ты себя не будешь, если станешь вот ещё постарше, потому что тебе же, видишь, как повезло, ты молодая, у тебя уже внучка. А вот там раз тебе ещё пришли года, потом ты думаешь, ну, ёлки-палки, наверное, всё-таки уже надо как-то соответствовать. Или не надо соответствовать. Нет, я думаю, что это такая вещь, она изнутри. Бывают периоды, когда я думаю, что я не хочу. Это посыл изнутри, что я не хочу ругаться. Иногда на репетициях из меня вылетает что-нибудь, какое-нибудь, да, слово нецензурное. Много бывает вылетает, бывает никогда, я прям вот... Но есть глубинное решение, что я не хочу. Так началось моё глубинное решение, что я не хочу алкоголя в своей жизни. Много лет назад. Я просто никогда не пила. Нельзя сказать, ну что, я могла там выпить, ну, не знаю, ну, максимум 100, как это, граммов или чего там, я не знаю. Например, виски. Или там 50 текилы. Текила весёлый, такой напиток всегда мне нравился. Единственное, что мне нравился, он такой солнечный всегда, от него весело было. Но я сейчас, мне весело и без него, оказывается. И я сказала себе, что я как-то не хочу. Не знаю почему, непонятно. И никакой цензуры, в смысле, что-то или кто-то, или годы, или внучка, или какие-то моральные правила... Или статус. Да, или статусы, которые кто-то установил, да в пинь труклявый, в смысле. Это вот решение изнутри. Также пришло решение по сигаретам. Да, я вес набрала. Я точно понимаю. Сейчас ещё набрала, ко всему прочему. То есть мама ушла, папа приехал, и папа тоже сорвался. Мама следила за его сахаром, а теперь папа у нас шоколадки покупает. Вот, и, значит, мы всегда на эту тему смеёмся. Я так немножечко его ограничиваю. Папочка, сахар. Ну, это смешно. У нас дома сахар появился, которого никогда не было, понимаешь? Да, ну, а когда конфетка лежит, ты, конечно, её развернёшь и с чаёчком съешь. И даже видишь чай, который никогда не пила с сахаром последние 10 лет? Видишь, как я его сейчас сахарю? Я прям два кусочка сахара положила. Мы не следим. А я тебе отчиталась. Понимаешь, да? Так вот. И я такая думаю, ну, окей, 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 хорошо. То есть, как бы, значит, такой период, значит, так должно быть. Бросила курить, потому что это был вот порыв. Не потому, что кто-то сказал, или так надо, или кто-то велел. Нет. Также к йоге пришла. Я знаю, что я приду к аскезе во всех понятиях. Я хочу сейчас мяса. Не хочу вот каких-то вещей. Не хочу... То есть, курица – да, рыба – да. С мясом уже чувствую, что... Не хочу. Не потому, что модно. Не знаю, что происходит. Изнутри процесс происходит. Не хочу тесто. То есть, да, как-то я так, к нему такая, ах, не охота. Иногда в охотку – пожалуйста. Не потому, что модно, не потому, что поправилась, не потому, что так надо, не потому, что... Как что-то внутри. Так что нет. Из того же, почему танцевать вроде как не обязательно, а вот глина как раз то, что пришло. Ты прям поймала, да, тебя? Да, да, да. Поэтому ровно то, что хочет моя душа, психика, то есть, моё тело. Поэтому как бы не потому, что там надо или не надо. Зайду в танцы, немножко подвигаюсь. Но йога сейчас ближе. То есть, вот для души сейчас йога точнее. И качалка. Ну, то есть, мне нравится железо и возможность почувствовать это железо, ну, в смысле, в мышцах, да? Конечно, конечно. Значит, пока такое время. Не про ча-ча-ча сейчас. Ну, этап такой. Пусть. Пусть. О чём я тебя не спросил? Что-то хочешь сказать так? Про вот, наверное... Хотя нет, мы об этом поговорили. Про вот основные инсайты этого года. Про вот это. К чему пришла. Самое главное. А знаешь, это то, что называется уверовала. Это такая странная вещь, да, для человека, который категорически нерелигиозен. И вдруг я поняла, что я настолько верующий человек, насколько не могла себе вообще раньше представить. И поняла, что всегда была, видимо, такой. Со своими, там, рабочими процессами, матерными словами, энергией, беготнёй, жёсткостью. Всегда было вот это внутри, которое просилось наружу. Ты знаешь, много лет назад у меня была удивительная встреча с человеком, который йогу преподавал. Не знаю, преподавал это, говорится, да? Учил йоги. Больше, наверное, какие-то духовные знания. Человек вообще такой очень отстранённый, очень спокойный. Я так смотрела и думала, боже, как хорошо, наверное, вам живётся вот в покое, в таком покое. И я думаю, что это карантин в меньшей степени. В большей степени это уход мамы поставил жирную точку во всей этой истории, потому что шла я к ней 7 лет. Особенно активно последние 5 лет работы с театром. И это то, что сейчас лежит в основе спектакля, в главной роли. Уверенность, доверие, вера как основа жизни. Как способность отпустить. Не цепляться похолодевшими пальчиками, ручонками окоченевшими за что-то. А расслабиться и понять, что всё ровно так, как должно быть. Никак по-другому. Я уверена, ты понимаешь, о чём я говорю. Ты точно это проживаешь сейчас. И ровно так, как должно быть. Господь, ты пастырь мой, веди. Я никогда ни в чём не буду нуждаться. Не надо нам столько денег, сколько казалось раньше, что нам надо. Не надо нам столько успеха, сколько казалось, что нам надо. Точно власти не надо. Я никогда к ней не стремилась. Точно, наверное, каких-то материальных вещей не надо. Потому что мне кажется, что я на Новый год сейчас так смотрю. Господи, сколько я покупаю подарки какие-то. Я за последние годы столько не покупала. И это как-то так пугает. Потому что ничего не надо особенно. Всё, что мне надо, я думаю, и мне это дарят. То есть мне надо утром подумать, чтобы вечером у меня это случилось. Мне надо вечером подумать, чтобы утром я получила. Либо по шее, либо в виде подарков. И вот эта история про то, что думай, прежде чем подумаешь. Не то, что скажешь и сделаешь. Подумай, прежде чем ты подумаешь. Она, конечно, очень сильна. И невероятный внутренний покой. Пф-ф-ф-ф-ф-ф А, а, закроют, снова закроют. Пф-ф-ф. А, гастроли отвалились, развалились. Пф-ф-ф-ф. Пф-ф-ф. Пятьдесят человек будем работать. Как мы будем? Мы привыкли тридцать. Пф-ф-ф. Премьера, премьера. И ты знаешь, у нас есть традиция, мы набираем энергию, какие-то вещи готовимся к работе в круге перед спектаклем. Ты видел это? Да очень такой для нас сакральный, очень внутренний процесс. Сейчас он дошел до какого-то невероятного уровня, когда люди не в бровь, а в глаз попадают. Ребята выросли, и мы стояли, и это еще один момент, который навсегда со мной. Мы стояли в круге после похорон мамы, и ребята, которые были все эти дни тогда со мной, которые хоронили, выносили маму мою. И мы стояли, держались в этом круге, и я сказала, что это так странно, потому что я продолжаю быть счастливой. Вот ушел один из главных людей в моей жизни, и я должна развалиться. И я чувствую, что да, мне очень плохо, но главным фоном звучит счастье. И я тогда сказала, ребят, я хочу так жить, чтобы это был основной фон спокойствия. Вот, когда я знаю, что я, кто-то большой положил мне свою теплую, загорелую руку на голову и сказал, ты в покое, ты в порядке, все, твоя война окончена. И это такой кайф. Я говорю, ребят, я даже на могиле у матери стояла и говорила, Всевышний, как бы тебя ни называли, Богом, Аллахом, не знаю, системой, Вселенной, идеей, как угодно, для меня ты Бог, я все равно счастлива, даже здесь, даже здесь, на краю у могилы самого главного человека в моей жизни. Это был такой шок. Я помню, я стояла, в сентябре месяце я стояла и думала, это удивительно. Вот, вот это было, наверное, главным инсайтом оставаться в счастье, в покое, в доверии, что все, что не происходит, хотя иногда кажется, кошмар, хуже быть не может, но все, что не происходит, все, значит, так должно быть. Вот это охренительная вещь. Все остальное прилагательное. Суть в этом. В жизни важны только существительные и глаголы. Зерно роли и сцен задачи. Все остальное прилагательное как-нибудь приложится. Херня.